приветствую вас друзья зрители просили после того как я возьму три отметки сделать обзор на танчик charlie main некоторые называют его charlie main в общем что-то в этом духе три отметки я на нем взял планка на нем 3400 для восьмого уровня это приличная цифра можно считать этот танчик одним из самых сильных на восьмом уровне в нынешнем натиске его можно приобрести забоны причем можно практически взять его бесплатно если под накопить побольше купонов на скидку каждый купон дает 500 вплоть до того что мы можем сто процентов скидку получить и взять танчик бесплатно чисто за эти купоны все зависит от того сколько вы их на собираете при этом при всем вас никто в шею не гонит можете никуда не спешить эти купоны действуют до 30 сентября 2025 года многие спешат и покупают танчики в натиске там по 20000 бон по 25 там и так далее можете не спешить никто у вас пока что бумажечки ваши нет берет эти купончики можете собирать и брать по той цене которая вам наиболее приемлемо я же вообще не брал этот charlie main сейчас в натиске поскольку этот танчик появился у нас в игре в патче 1.14 и с того времени ничего с ним не происходило то есть мало того что он не первой свежести он в игре уже у нас несколько лет так он еще и очень сильный впервые его можно было получить в рановых боях 2021 2022 года что я в принципе и сделал поэтому мне не пришлось его сейчас брать я его взял раньше вместо этого я взял себе вилку про которую мне тоже есть что сказать но пока что меня не никто не просил поэтому я ничего не говорю про этот танчик давайте начнем с обзора его брони броня здесь вроде как и есть но при этом при всем если на нем играть не понимая сильных сторон можно очень легко сливать все свои хп буквально бесплатно поскольку просто стоя ровно без каких-либо там наклонов ромбиков холмиков рельефиков у нас в лд 215 миллиметров в нижней части это мягко говоря мало во лбу башню на 170 200 миллиметров вокруг маски что тоже как бы не внушает доверия а вот нлд 230 миллиметров и здесь если мы встретим кого-то в топе ниже нас лавелами и они будут на бабушечках играть можем что-то потанковать а вот чтобы танковать в лд нам нужно уже использовать рельеф и наклонять танчик тогда танчик начнет танковать также у нас еще щучий нос если мы доворачиваем корпус то ближняя щека у нас становится все те же примерно 215 миллиметров а вот дальняя щека становится уже получше но кто же в нее будет стрелять только если случайно поэтому в основном наш танчик танкует если рать через рельеф но как ни крути все равно тонкая броня вокруг маски никуда не денется чтобы мы не делали также на башне есть еще лючок который несложно пробивается но в него еще нужно попасть в целом броня есть но в на некоторых картах на некоторых позициях нужно понимать что танчик танковать не будет а вот через рельефики при помощи наших у внов можно и нужно танковать дпм у нашего танка скромный 1700 пробитие основной бэбэшкой 220 альфа 440 пробитие специальной бэбэшкой тут две бэбэшки 270 я люблю бэбэшки это очень хорошо что здесь их и две моих любимых снарядов в два раза больше чем обычно фугасики пробивают у нас всего лишь 60 их нужно возить немножко чисто чтобы картонные танчики пугать стабилизация у нашего танка более-менее нормальная от поворота башни 008 это принципе хорошо а вот от поворота и движения корпуса 015 поэтому во время того как мы целимся крутим только головой корпус стараемся оставить в покое хотя бы на время выстрела точность у нас 042 это прям ужасно но стабилизация и справедливые вертухи нам помогут наносить урон запомните что это танчик для ближнего боя именно там он лучше всего себя раскрывает стоять куда-то чё таким перед это почти бессмысленно во-первых точность 042 дпм 1700 а в третьих скорость полета снаряда 597 основной бэбэшки что в принципе не играбельно ни на какой дистанции только впритык это скорость при которой наш наводчик при выстреле выходит из танка со снарядом в руках идет пешком к вражескому танку ложит его там куда-то возвращается назад и вот такая вот скорость стрельбы попасть в что-то едущее еще и на расстоянии почти нереально это надо быть просто каким-то гениальным инженером проводить там расчеты куда стрельнуть и нужно еще учитывать что она еще и летит навесом и еще к тому же нужно учитывать что если соперник остановится или куда-то повернет все ваши расчеты потеряют смысл поскольку снаряд так медленно летит что соперник может и не доехать до вашего снаряда который вы на ход им упускаете а вот если вы будете стрелять специальными бэбэшками с пробитием 270 скорость полета снаряда 924 это уже более чем играбельно даже можно на дистанции куда-то там с упреждением стрельнуть в принципе грубо говоря основная бэбэшка нам нужно чтобы впритык расстреливать не особо бронированные танки у которых легко попасть в озимую зону для всех остальных выстрелов нам нужна специальная бэбэшка чтобы стрелять вдаль чтобы стрелять в танки у которых есть броня чтобы реализовывать альфу и стабилизацию также нужно учитывать что на некоторых картах и в некоторых позициях наша броня ничего не может и нам приходится разменивать свое хп поэтому нам нельзя упускать ни один выстрел нужно каждый делать максимально и аккуратно чтобы лишнего не получать но и при этом больше стрелять специальными снарядами поскольку основная бэбэшка очевидно что реже пробивает если мы будем редко пробивать наш маленький дпм превратится в около нулевой дпм и мы не будем влиять на бои я думаю что тут все понятно и очевидно к сожалению этот танчик в основном играется на голде на так называемых специальных снарядах также у нашего танка 1500 хп и это хп мы дополняем закалкой у нас становится с белой закалкой в слоте 1700 хп что очень хорошо поскольку на некоторых картах мы будем размениваться и это большое количество хп нам поможет реализовать нашу альфу поскольку дпм а нет также наш танчик принципе более-менее нормально едет можно обойтись без турбины но если вам мало можно поставить экспериментальную турбину и досылатель либо если вам скорости достаточно либо можно сделать две сборки с турбина и без можно поставить стабилизатор чтобы на ближней дистанции комфортнее стрелять поскольку нам нужно реализовать каждый выстрел поскольку дпм ам нет и делать выстрелы в молоко нам запрещено это за нас и так сделает иногда вбр если мы еще и сами будем пороть выстрелы плюс вбр иногда будет шалить это будет плохо что касаемо перка в там принципе ничего супер интересного нет по стандарту качаем там ремонт боевое братство два перка на стабилизацию 2 перка на обзор если будете пользоваться и 1 бэшкой и 2 бэшкой желательно прокачать перк на быструю смену снаряда если не будете пользоваться будете играть на full галде можно обойтись и без него также желательно прокачать пожаротушение поскольку нужно играть на до пайки чтобы дополнить нашу точность кривую дпм слабый улучшить также еще и обзоры там и все остальное поэтому нам обязательно надо пожаротушение подкачать проходимость грунтов и виртуоз чтобы наш тяжелый танчик без турбины вполне себе хорошо ездил принципе это все основные перки которые назвал к ним нужно стремиться мои зрители меня мотивируют на разных танчиках брать 3 отметки после взятия я выставляю танчику оценку записываю статистику при которой я взял 3 отметки так вот шарли мэйн получился у меня один из самых сильных танков за последнее время на которых я брал 3 отметки его почти догнал паттан девятого уровня но все равно отстает на шарли мэйн у меня получилось процент побед 67 я играл один без воду без ничего это очень хороший показатель для соло игры средний урон в районе 3000 и оценил я этот танчик 9 из 10 конечно если пользоваться неправильно броней просто выезжать и думать что ну тяжелый танк должен сам по себе танковать то оценка с 9 опустится ниже если играть на основных бэбэшках то оценка еще сильнее опустится поскольку основными бэбэшками тяжело стрелять вдаль и очевидно что они хуже пробивают из-за чего пробивать мы будем реже и наш слабый дпм упадет еще ниже но если с умом подходить то можно это танчик оценить в 9 из 10 если бы у него была лучше точность и основная бэбэшка летела бы быстрее то я бы оценил этот танчик 10 из 10 но поскольку точность слабая дпм слабый основная бэбэшка слишком медленно летит то оценку немного снизил рекомендую ли я танчик к тому чтобы его взять ну как я могу им запретить брать один из лучших прим танка 8 уровня хоть и со своими особенностями но я думаю что его нужно брать и хотя бы попробовать поиграть он конечно специфический но очень сильный и хороший может когда-нибудь поговорим еще и про вилку но пока что зрители меня не мотивировали разговаривать про вилку и брать на ней отметки на этом у меня все вот такой вот шарли мэйн который у нас спокойненько в игре находится уже несколько лет в статусе очень сильного приптанка с вами был варчик и рать красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока куда пока полевая модернизация вот она подписывайтесь на мой канал как вот 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 вот